Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Мне странный вопрос такой задали. Вот я подумал, подумал и решил ролик записать. Вопросы. Доктор Влад, как вам удается в вашем возрасте оставаться таким энергичным, видимо, позитивным, веселым, неунывающим? В чем ваш секрет? Ну я написал, ролик сейчас будет. Ребята, я всегда таким был. Вот в чем дело. У меня, знаете, как в детской поликлинике звали? Майор Вихрь. Если помните, такой сериал был. Я вот когда проходил там, ну где-то по кабинетам, да, за мной листочки летели вот так вот от меня. Вот Майор Вихрь. Не то, что я там взорвал пол поликлиники, нет, именно вот в таком смысле, да. Всегда таким был и, ну, всегда это одно, да, а сейчас другое. Ребят, ну о чем мне меняться-то? Вот меняются люди к старости в основном из-за болезней, из-за каких-то. Ну, во-первых, толще становится, да. Ну вот я тут тоже растолстел, потом похудел, сбросил лишние 40 килограммов у меня оказались, я их сбросил. Правда, сейчас немножко опять добавил, но жена говорит, что так даже лучше. У меня нет изможденного вида. Я прекрасно себя чувствую, я прекрасно питаюсь, в Америке отличная еда. У меня из крыши над головой целый дом, правда, мне с ним приходится возиться много, там, ремонтировать. Вот, вы знаете, мою эпопею тут прочищал. Я вот недавно труба засорилась, ну, дома уже больше 20 лет. Конечно, да, но о чем мне? У меня все нормально, у меня нос в трубаке, да. Вот я занимаюсь любимой работой, я вам рассказываю много чего я знаю, чего я помню. А это, знаете, это вот, когда человеку что-то расскажешь, как-то легче становится, да. Ну, а у меня туда аудитория 70 тысяч. Там сколько, а сколько интересно сегодня? Ну, так я на секундочку просто гляну, вот Маша. Тьфу, Маша. Моя страница, Маша. Моя главная страница, главная. Так, чего? 77-984. Работайте с темой. Скоро будет 78, там и до 100, хорошо. Ну, ко мне видите, сколько народу приходит, а мне интересно кому-то рассказывать. Я действительно много знаю медицины, и вот там курсы Морзе, и вот, и на гитаре играю и так далее. Это же любимое занятие. Вот, и, ну, и что мне печалиться, позитивным, веселым. Ну, в Америке еще жизнь такая, ребят. Вот, когда вы едете, адаптируйтесь потихонечку, выучите язык, вот, будете знать, что почем. Не важно, куда, в Польшу или в Болгарию, в Чехию. Вот тут кто-то в Хорватию предлагает ехать сам. По-моему, нет, не в Хорватию. Не в Хорватию, а в Черногорию, по-моему. Вот, говорит, это самый оптимальный вариант. Так, дайте ссылку, как я уехал в США. Дал я ссылку. Вот. В Черногории, да. Тоже верно, отличные места. А, мне тут тоже поправил еще один. Вот тоже. О, какой максималист. Турки-азербайджанцы с разным менталитетом. Азербайджанцы родня иранцам. Оба народа шиита, а турки – суниты. Ну, правильно, вообще-то, да. И, вообще-то, моя фраза, я ему отвечаю, должна была звучать так. Азербайджанцы и иранцы – то же самое, что турки. А у меня, кстати, есть иранская кровь. У меня даже фотография лежит, где-то мне мама показывала, какой-то иранец. Ну, в общем, он как-то ко мне влился. Я даже не запомнил, откуда, но это не важно. Да, какой-то иранец бешеный. Вот, уже потерял это. Ну, ребята, ну почему мне, чего мне не улыбаться, да? Вот у меня все хорошо, у меня нос в табаке, да. У меня и дом есть, и жена есть хорошая. Вот, ну, конечно, всегда скелеты в шкафу есть. Я никак сюда детей своих не вывезу. Они особо не хотят, они любят Путина. Тоже ничего хорошего в этом нет. Но я веду не подаю, это я уже научился у американцев. Ну, вот, когда я сажусь сюда, я, в общем-то, не то, что другой человек, но все-таки я стараюсь быть, стараюсь быть веселым, жизнерадостным. Как тут он мне еще сказал, да? Вот, и мне это вообще легко удается, честно говоря. Ну, а почему нет? Вот, я нормально устроил свою жизнь. И у вас то же самое будет, и вы все то же самое устроите. А если отделаетесь от болезни, от своих, ну, еще лучше будет, еще моложе будете. Вы не представляете, сколько у меня было, я бы сказал, страшных болезней. Например, вот у меня был остеохондроз, позвоночник, да, у меня никуда не годился. Я в армии, когда служил со старшим лейтенантом, это мне было 28-30. Вот, родная партия меня призвала, мне было уже 28 лет и двое детей, но все равно призвали, сказали, офицера можно. Ну, вот, я там время от времени лежал в больнице, меня смотрели светилы, можно сказать, военной медицины, потому что это был центральный военно-морской госпиталь в Купавне. Вот, и они мне, именно они сказали, что всю оставшуюся жизнь ты будешь работать на аптеку. Я с ним не согласился, я взял себя, вылечил, вот, с помощью своей рефлексотерапии. Посмотрите, у меня тут целый курс. Вот, я вообще удивляюсь, никто не смотрит, никто вопросов не задает. Ну, лень, потому что лень, проще съесть таблетку. А мне надоело есть таблетки, я взял и вылечился. Вот, мне надоело жить в России, я взял и уехал. Из России в Америку, мне здесь хорошо. Ну, вы сами видите, вы посмотрите на Вегабонда, ему везде будет плохо. Вот, а на меня, посмотрите, ну, в общем, я, наверное, везде бы устроился. Ну, кроме России, потому что Россия это не моя. Я законопослушный человек, понимаете, я, ну, вообще, я люблю улыбаться. И, в общем, я как-то в американскую жизнь очень хорошо вжился и постарался взять от них самое лучшее. Вот, и, ну, в общем, вам тоже передаю. Вот, вы обратили внимание, я сейчас очень часто улыбаюсь, посмотрите на мои первые ролики. Там я ещё в этом халатике, в голубом, да, я там такой серьёзный что-то рассказываю. Ну, по старой своей привычке, по-русской, да. Ну, сейчас я просто стал американцем. Вот, мне говорят, что, не, вы всё равно не американец, то есть, а что вы вещаете? Ну, я вещаю, ну, мне нравится вещать, вот и всё, ну, кому какая наплевать. Ну, и ко мне люди приходят, радуются, вот, и просят что-то рассказать. Даже не важно что, да, телефонную книгу читать. Вот, ну, просто я стал американцем. Вот так, если коротенько, то можно так ответить. Да, я был унылым русским бедным доктором, вот, ну, а сейчас я просто стал американцем, и всё. В Америке жизнь хорошая. Вот, если вам не ясно до сих пор, какая жизнь в Америке, ну, просто приходите на меня, смотрите, вот я американец. Вовсе даже не богатый. Вот, вы обратите внимание, я много раз, а, кстати, мне опять кто-то прислал там червончик, доллар. Да, спасибо большое, значит, вы оценили мой труд. Вот, я говорю, я вовсе даже не богатый. Ну, просто в Америке жизнь, она для всех, понимаете, для всех людей, и для, не только людей, для всех вообще. Вот, ну, мои собаки живут любо-дорого. Я часто вспоминаю своих многочисленных российских собак, и мне их жалко, что я не мог им такую жизнь устроить, как здесь. Они питаются прекрасно, они гуляют, если надо, вот, ну, будет потеплее, сводим обязательно собачью площадку. Вот, раз в год мы их отводим, значит, тут есть у нас организация такая, собачья, им делают массаж, в ванну, там, туда-сюда. Ну, не так это дорого, раз в год-то потянем, там, тридцатка на нос где-то. Когти стригут, там, всё, уши подворачивают. Ну, я пошутил-пошутил, нет такой услуги. Вот, причём, последний раз, когда их свозили, вот, ну, Миша, он осторожный, он сразу, значит, Татьяна пришла, он к ней. Ариша уходить не хотела, он назад пошёл, где тут ещё массаж делают, ему понравилось. Ну, вот как-то так, у меня и собаки-то улыбаются, вы посмотрите. Ну, ладно, я надеюсь, я ответил на вопрос. Всего хорошего, до свидания, доктор Влад с вами.